Обслужили покупателя без маски? Подпишите протокол о правонарушении. Ответственность за нарушение масочного режима, введенного в республике, лежит и на покупателе, и на продавце. И в том, и в другом случае предусмотрен штраф. Как соблюдают правила в торговых точках Чубаксар, проверили во время очередного рейда. Торговые центры в Чувашии полностью так и не открыли. Эпидемиологическая обстановка этого не позволила. Работают сейчас только точки с товарами первой необходимости, аптеки, продуктовые, парикмахерские. Остальные – лишь как пункты выдачи заказанных онлайн-товаров. Мы не работаем еще. Не работаете? Нет, пока еще. А чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Я вот сегодня вышла, мне надо будет там товар пересчитать, хозяйка попросила. А так мы еще. Ну хотя вот сегодня уже все принесли, что нужно было, да. Пожалуйста, тетрадочка, здесь все написано, все. Продуктовые магазины сразу на входе предупреждают – соблюдайте дистанцию и носите маски. Но убеждает это не всех. Так как он не может сейчас, вот отреагировал очень сумбурно и отрицательно. То есть он был оповещен о том, что он не будет обслуживаться, но тем не менее его обслужили, получается, так? Но у нас никакого, что мы не обслуживаем покупателей без масок. Мы их предупреждаем, мы им рекомендуем приобрести у нас маски. С введением масочного режима любые торговые точки обязаны предоставить покупателям средства защиты, выдать их или дать возможность купить. Требование прописано в приложении к указу в Рео главы Чувашской республики под номером 92. В магазине «Пятерочка» по улице Университетская, дом 2, корпус 1 в торговом доме «Европа» выявлен факт обслуживания клиента без маски. На что нами сегодня составлен в отношении директора магазина «Пятерочки» протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КОП РФ. Согласно этой статье предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей на должностные лица. Но лучше обойтись без штрафов и соблюдать вынужденные меры. Ирина Волкова, Юрий Марков, Республика.